Садовый мир Дело в том, что очень многие садоводы не придают большого значения этому вредителю, потому что он очень мелкий и его не видно, так как плю, например, и вот что она такими облепляет большими скоплениями наше растение. Пачкового клеща как пакового не видно. И вроде бы все благополучно с растениями, но через некоторое время наступает момент, когда смородина просто перестает полдоносить. От чего это происходит, садовод никак не разберется. Ну вот сейчас как раз момент, когда можно удачно показать расположение этих клещевых почек. Мы регулярно боремся с этим вредителем, поэтому у нас здесь их совсем немного. Я вот обнаружила только одну. Вот смотрите, ее очень хорошо заметно и очень она отличается от других почек. Если у нас здоровые почки вытянутые, длинненькие, то это вот круглая, напоминает качанчик капуст. Вот эта почка клещевая, она очень отличается от обычных незараженных почек тем, что она имеет круглую форму. И даже когда на всех других почках листья распускаются, из этой почки ни листочков, ни цветочков у нас не появляется. Собственно говоря, поэтому нет у нас и урожая. Если вот таких почек много на веточке, а их бывает просто буквально вот через одну, эти почки клещевые, то естественно урожай на такой смородине будет очень-очень низкий. Когда нужно бороться с этим почковым клещом, клещ, он начинает свою активность очень-очень рано. Буквально при температуре уже 5 градусов, самки начинают выходить из вот этих вот круглых почек и растеляются по другим почкам. И потом они откладывают свои яйца и на листья, и на бутоны, и очень-очень сильно размножаются. Как я уже сказала, урожай у этого растения, зараженного, будет очень низкий. Теперь особенности борьбы. Дело в том, что клещи, они не поддаются обработке обычными инсектицидными препаратами, которые действуют на следности кома. Для них существует специальный класс препаратов, акарициды, так называемые, вот у нас сейчас один из них, я уже тут его распаковала, актелик он называется, и вот в таких вот пластиковых ампулах продается этот препарат. Здесь вот у нас 2 ампулы этого препарата, а норма дается на одну ампулу. Что я хочу сказать, что вот эту вот оставшуюся ампулу нужно хранить обязательно с инструкцией, потому что таких нераскрытых ампул бывает накапливается очень много, и садовод просто потом не помнит, что же у него это такое. Я вот так вот замотаю сейчас эту ампулу ниточкой, и видите, вот, и она у меня будет храниться. Дальше мы по норме растворяем, который на упаковке написано, по норме растворяем вот эту ампулу в полутора литрах воды. Здесь у меня приготовлена уже вода, я сюда выливаю. Работайте, конечно, обязательно в перчатках, это я уже здесь так пренебрегаю нормами, а вы этого делать не смейте. Вот характерный запах такой у этого препарата, мутная немножко водичка получается, я даже и ампулу туда опустила, чтобы у нас ниточка этого препарата не пропала. Воду лучше брать немножко тепловатую для растворения всех препаратов, слегка тепловатую, хорошо обязательно взболтать и настроить наш опрыскиватель так, чтобы у него была мелкая струя пропыла. И вот по всем веточкам нужно пройти и опрыскивать наше с вами растение. Все-все ветки нужно обработать. Еще раз повторяю, делать это нужно в очень ранние сроки. Когда вот этот вот смородиновый клещ уже вышел в своих почек, вот так вот уничтожить его достаточно сложно. Поэтому нужно постараться, когда он еще локализуется где-то вот рядышком с этими почками. Вот мы будем считать, что мы опрыскивали. Что еще я хочу сказать? Вот так оставлять эту клещевую почку, вы считаете, что обработали, и бокс них, все там уничтожилось. Этого делать нельзя. Ее надо обязательно сорвать. Если у вас их много, в баночку куда-то собрать. Где-то еще видела подозрительную одну почечку. Вот она здесь поменьше, но она тоже круглая. Ничего здесь нет. Почки вот такие круглые. Из них не выйдет никто. Вот для сравнения, если вы посмотрите на веточки здоровой почки, она продолговатая и вытянутая. Обязательно сорвать куда-то в баночку, обязательно в костер сжечь, чтобы у вас этого вредителя не было. Еще раз повторю, покупайте аккорицидные препараты для обработки от клеща, потому что обычные инфектициды, их очень много, но они на клещей не действуют. То есть обязательно вот такие препараты типа акцелика. Там на них написано, что против клещей. Если слово клещ там не упоминается на препарате, то он против него и не действует. Также хорошо применять препараты серы. Если вы их найдете, то тоже они могут быть применены под клещей.